друзья всем привет привет давно с вами не виделись и вот наконец-то будем шить у меня от одного проекта остались вот такие вот обрезочки которые я сегодня хочу уменьшить и сшить из них наволочку на подушку 50 на 70 сантиметров мне нужно квадратики треугольнички даже какие-то уже сшитые детали полосы оставшиеся кстати этот проект называется весна который я шила из этих деталей и можно посмотреть его в моем телеграм-канале переходите по ссылочке внизу там много интересного присоединяйтесь также есть вот такие побольше кусочки ткани которые остались если что я смогу отрезать от них но первая очередная задача это избавиться от мелких кусочков от всего того что уже есть чтобы не хранить и использовать их в дело взяла еще светленькую ткань для фона и теперь внимательно посмотрю что здесь есть есть вот такие блоки не пригодившиеся я думаю что я их использую в качестве такой отправной точки в этой наволочке не будет никакой схемы предварительной никакой задумки это будет такое свободное шитье на ходу это способ проявить свою креативность дать волю своей фантазии и посмотреть что же получится в итоге такой некоторый челлендж даже самой себе что можно сшить не имея никакого плана но иногда я и не шью а какую-то креативность и как-то себя творчески выразить хочется или просто отдохнуть и тогда я включаю уроки от онлайн школы матита и рисую основатель школы егор матита не просто художник который закончил мархи имеет восьмилетний опыт работы но также сертифицированный арт-терапевт поэтому действительно за рисованием в школе матита отдыхаешь я на прошлом уроке показывала вам как рисовала котика в этот раз вот такой портрет девушки портрет рисуется конечно же намного сложнее но под объяснение егора все прошло хорошо у меня получился как мне кажется портрет хоть и не настолько красивый как у егора но все же для первого раза вполне себе хороший и я хочу вас пригласить на марафоны в школу матита они совершенно бесплатные проходят регулярно вы можете зарегистрироваться по ссылочке в описании и научиться рисовать рисование это такой навык как и шитье который можно тренировать можно всему научиться главное упорство и некоторое время которое вы этому посвятить и но мы с вами возвращаемся к нашему шитью я провела диагональные линии перпендикулярно тем же вам которые уже были и сейчас проложу строчки параллельно этой линии с двух сторон и получу четыре детальки с немножко другим рисунком вот так прострочила с одной стороны и с другой стороны от линии разрезаю по центральной линии которые провела карандашом первую детальку и вторую можно разрезать ножницами можно ножом и линейкой тут как вам удобнее раскрываем и вот что у нас получилось такой квадрат из четырех треугольничков теперь мы эти квадратики хорошенько приутюжим не пренебрегаем утюгом и нужно теперь их осноровить я посмотрела у меня получились эти детали размером 4 дюйма подходящим и я подравниваю под этот размер здесь я никакие размеры детали говорить вам не буду потому что у меня остаточки разных размеров и этом подгоняла их как могла и в своей системе считала поэтому тут просто такой процесс наблюдательный медитативный как я шила и именно хочу вам показать что можно шить без схем дальше у меня есть вот таких много оранжевых квадратиков и вот таких светленьких квадратиков я примеряла их там всячески чтобы посмотреть какой рисунок может получиться прикладывала и так и эдак и потом еще нашла другого цвета треугольнички по прикладывала еще зеленые квадратики в общем примеряла и так и так вот еще красный может быть подойдет потом мне попалась вот такая вот полоса и придумалось сделать вот так каждому квадратику добавить с двух сторон по полосочке и получить квадратики побольше чтобы полосочки эти пришить я действую по принципу паровозика прикладываю квадратики к этой ленте и настрачиваю так у меня получится пришитая сразу полоса к одной стороне квадрата вот такая получилась гирлянда теперь я их разрезаю получается разрезаю эту узкую полосу на которую я настрачивала квадратики отгибаю и получаются вот такие детальки теперь чтобы пришить с другой стороны полосочки я точно также паровозиком пристрачиваю уже полученные детали снова на полосу делаю это кстати на своей новенькой машинке следующий ролик будет с обзором замечательная машинка я очень рада мне она очень нравится так разрезаю и получаю вот такие детали и теперь можем посмотреть уже что у нас вырисовывается вот такой рядочек и дальше я нашла еще красненькие и зеленые прикинула будут хорошо смотреться квадратики и вот чтобы использовать вот эти светлые квадраты которых у меня много я решила сделать шахматки вот квадратики меня уже есть некоторые из них там составные сшивные но это не факт главное что они светлые и одного тона и теперь я вот из зеленой ткани и из красной нарежу такого же размера квадраты и сошью из них шахматки нарезаю здесь по два с половиной дюйма многие ругают меня почему вы говорите в дюймах но вот так вот потому что я шью в дюймах и поэтому и показываю вам я шью и так и так если честно и стараюсь конечно показывать большинстве в сантиметрах но в дюймах тоже есть своя прелесть поэтому не ругайтесь каждый съет так как ему удобно и я стараюсь на канале показывать в уроках тех где я вас учу конечно же в сантиметрах или давать размеры в описании теперь красненькие квадратики здесь вот к сожалению красных обрезочков меня практически не было на добавить этот цвет хотелось поэтому я беру большой кусочек ткани который меня остался и из него вырезаю квадраты такого же размера и дальше уже складываю свои шахматки из светлых квадратов красненьких и зеленых тут все просто сшиваю попарно светлые и темные квадратики затем эти пары сшиваю между собой и получаю в шахматке так смотрим что получилось раскладываем уже имеющиеся детальки сшитые шахматки нужно красненьким к центру положить и смотрим нужно добавить что-то по бокам и еще сверху по бокам я решила добавить просто треугольники из цельной ткани а сверху хочется добавить каких-то темных акцентов нашелся вот такой вот кусочек и коричневый как как в центральных самых квадратах светлые там тоже вот хорошо дополняют в общем я решила из этих тканей вырезать квадратики и сшить такие большие треугольники из маленьких деталей сейчас покажу какие просто нарезаю квадраты и из светлых тканей нарезаю квадраты такого же размера и разрезаю их пополам дальше вот таким образом складываю и получается у меня вот такие треугольнички двух видов зеленым квадратиком из коричневым их я бы так ставлю наверх и сверху видите получается такая цепочка из квадратиков в отсутствующие уголки кладу светлую ткань и разделяю свое полотно вот на такие ряды которых я сошью блоки между собой и потом соединила эти ряды и получилось вот такое полотно вот так выглядит с изнанки с лицевой стороны получился вот такой рисунок но мне хотелось добавить каких-то акцентов именно вот в серединке квадратов смотрите если добавить красненькие квадратики как она по-другому смотрится как они начинают играть я добавлю эти квадратики сделаю их аппликацией и давайте посмотрим что осталось мне кажется эта куча вообще не уменьшилась можно сшить еще одну наверное такую же наволочку сшила-шила но еще достаточно обрезочков а получилось у меня вот что вот такая подушечка я ее уже тут простигала использовала еще декоративные строчки очень хотелось попробовать на новой машинке пошить всеми строчками сразу вот так получилось на изнаночной стороне не удивляйтесь вот такая синяя голубая ткань но она тоже из этой же коллекции молния оформлена с клапаном и все подушечка наша готова остаточки утилизированы спасибо вам за просмотр и пока пока до новых встреч